Третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентноспособность. Послание главы государства Нурсултана Назарбаева вызывает интерес среди широких слоев населения. Сегодня этот важный для страны документ обсудили и в Тарасской школе гимназии имени Бауржан Мамушулы. Как отметили педагоги, на встрече президент в послании очень подробно рассмотрел вопросы сферы образования. По их словам, самая главная особенность основного программного документа – это создание информационного общества в развитых инновационных технологиях. Так, правительству уже поручено разработать программу «Цифровой Казахстан», которая должна охватить все отрасли, начиная с социально-экономических сфер. Также Ельбасы в послании народу отметил, что казахский язык сохранит свою доминирующую позицию. Вместе с тем, сегодня английский язык является языком новых технологий, новых производств и новой экономики. В настоящее время 90% информации создается в мире на английском языке. Каждые два года ее объем увеличивается в два раза. Без овладения английским языком Казахстан не достигнет общенационального прогресса. Начиная уже с 2019 года, обучение по некоторым предметам в 10-11 классах будет проходить на английском языке. Дети сейчас, можно сказать, у них IQ очень высокий, что они все это понимают, особенно старшие классы, что касается этой модернизации, что в первую очередь это качество знаний и к чему наши дети стремятся. Начиная с младшего блока, уже идет трехязычие, они к этому уже готовятся и знают, что в будущем, в будущем в Казахстане все равно коснется это и трехязычие будет во всех сферах. Субтитры создавал DimaTorzok